Ну кому это может быть интересно, б***ь? Кому это может быть интересно, объясните мне? Ну что, ребятки, новый день, новое катание. Иду сейчас забирать своего железного коня, сегодня оставлял его на улице. Оставлял на улице, потому что, ну, вчера катался, и как бы лень было заносить в общагу в сумке, поэтому оставил на улице. Сейчас пойду его заберу с паркинга, и поеду в город Сваженс, он недалеко от Познания, там здорово, бетонная плаза. В которой катался в прошлом году. Ну, ладно, не буду рассказывать, сейчас сами все увидите. Так, впереди все те же опасные ступенечки. Ребят, знаете, какую тачку я нашел? Это типа милиция. Милиция. Наверное, раньше на таких гоняли. Блин, крутая вообще. Крутая, похоже на тачку, как у мистера Бина в видосах. О, блин, я уже, наверное, наездил. Ну, километров шесть точно. И это я еще только еду на остановку, с которой есть автобус до этого бетонного, бетонной плазы. О, капец, я уже задолбался ехать. Сейчас тормозну и... Сейчас тормозну и попробую... И посмотрю, сколько через гугл-карты, сколько я проехал на самом деле. Слушайте, что очень интересно. Мне кажется, я вообще в вечность ехал. Я проехал от своей общаги до того места, где я сейчас нахожусь. Семь километров. Пешком это полтора часа на велосипеде. Показывает, что 30 минут, но я ехал больше, потому что... Потому что я еще по пути останавливался и фоткал всякие здания. Но семь километров, приколитесь, семь кмэ. Это вообще задница. С семь кмэ пришлось доехать до остановки, чтобы поехать в эту бетонную плазу эту. Хорошо, могу поставить флэр? Окей. Ну все, я уже почти подъехал. Вон этот, вон этот бетон. А еще там тоже самое катер, а в дуфина. А еще там тоже самое катер в дуфина. Ну все, приехал в парк. Сейчас перекушу, съем яблочко. Уже чуть раскатался. Просто покатался в боли. Сейчас осталось одеть защиту. И пойду уже снимать какие-нибудь видосики. Но сегодня в планах просто покатать, обкатать эти все фигуры. И научиться на них как бы кататься просто так. Ну в общем все, перекус. И гоним снимать видосы. Ребят, не забывайте одевать защиту. Обязательно одевайте защиту. Даже когда вы выезжаете просто покататься. Не собираетесь делать ничего серьезного. Потому что чаще всего вы травмируетесь тогда, когда вы думаете, ай, сейчас, типа, так, фигня, типа, покатаюсь. Просто поделаю что-нибудь стабильное. Просто полетаю. И чаще всего именно в таких ситуациях вы травмируетесь. Поэтому даже когда вы вышли просто поделать какую-нибудь 180, получить какие-то, постабилить какие-то трюки, которые вы на стабилие делаете, да, то все равно одевайте обязательно защиту. И катайтесь не, не пренебрегайте этим всем. Ну и первое место, где я бы хотел покататься, это, наверное, вот этот вот бол. Сейчас поставлю как-нибудь камеру. Вот эту вот вторую. И попробую что-нибудь заснять, как я тут катаюсь. О, блин, до сих пор ссыкую с банча вкатывать, поэтому буду просто съезжать в флот. О, да, мужики, не, это кайф. Это реально кайф. Главное, надо просто приехать сюда и почувствовать это, потому что, мне кажется, видос не передает весь этот кайф, который ты испытываешь, когда так... О! Когда так ездишь, это реально круто! Сейчас попробую вылететь с какого-нибудь флотера. Взял чуть-чуть. Наверное, вот с этого вот попробую. Ну, с этих реально ссыкотно вылетать. Ну, сейчас будем пробовать, короче. Вставлю камеру, наверное, наверху, чтобы потом построить, вылетел вообще на какой-то высоту или нет. Блин, ну ссыкотно, реально. Ну, ну, типа, с мой рост. Котор выше моего роста. Да, он выше. Кстати, я заснял сейчас обзор этого скейтпарка. Если хотите увидеть вообще все его фигуры, то переходите по ссылочке в правом верхнем углу экрана и смотрите обзор этого скейтпарка. Ладно, все, я погнал вылетать. Блин, как бы залезть сюда еще вообще. Ну, что, вот этот вот, эта сиська выглядит симпатичнее. Сейчас попробую на ней сделать футджем. Может быть, еще чего-нибудь. Но сначала с футджема начну. Ну, конечно, делаю я его более-менее стабильно, но я не отпрыгиваю, короче. Это вот та проблема, с которой столкнулся, когда начал изучать футджем в квотре, то есть, что я не могу именно вкатить в подкат. Этому надо будет учиться. Но, ладно, потом там есть маленький квотр, пойду там попробую футджем. Но сейчас еще здесь хочу 90 на 270 сделать и попробовать футджем в фазу крутить еще. Очень прикольный подкат мне он прям. Уж очень понравился. Сейчас буду на ней пробовать валить другие трюки. Блин, очень тяжко было даже 90-270 на нем делать. И тут работает теорема Анискина, типа, все решает скилл. То есть, если у тебя есть скилл катания на абсолютно на всех фигурах, то ты сможешь сделать все, что угодно. Потому что, ну, типа, я делал 90 на 270, но я его делал на трех подкатах. И все, на других я его просто не делал, потому что их других не было. А здесь как бы их целая куча. И когда ты начинаешь делать даже те стабильные трюки на фигурах, на которых ты до этого ни разу не катался, то это прибавляет тебе какого-то определенного скила. Очень интересно, очень интересно, потому что трюки делаешь как будто впервые. Хотя делаешь их полтора года уже, но как будто первый раз их сделал, реально. Не, все, хорош с другом. Слишком много сил он забирает. Ой, какой-то кальч не сделал, но крестил. Хочу еще просто в других местах парка попытаться, поэтому... Сейчас пойду в водичке попью, отдохну и... И пойду еще другие фигуры обкатаю. Но с випом у меня проблема в том, что... Потому что я не могу сделать вип на вкат. У меня второе заднее колесо остается на... На гуре, ну, на... На квотре. На столе самого. А надо как бы двумя колесами вкатывать. В этом, короче, вся проблема. Не знаю, как к этим справиться. Ой, ну все, поеду разносить, короче, квотры польские. Вот этот квотерок. Сейчас на нем надо будет сделать все дизастры вспомнить. И фуджема еще. Сейчас буду вспоминать все свои подставовые трючки. О, впервые за долгое время сделал фуджем випа. Ой, фуджем випа, говорю. Фуджем на фейке в квотере. Но в этом квотере его легко делать, потому что он низенький, тут не страшно обратно вкатывать. Вот те квотеры, которые на выспе, там реально страшно, потому что там отрицательный вообще уклон. Реально ссыкотно на фейке именно вкатывать. Вот здесь вообще легко как бы вкатывается. Это подписчики мои новые, польские. Ну все, фуджема у меня закончил. Сейчас сделал крутой фудплентик. Сейчас хочу фудплентик еще сделать вот на той горе. Мне кажется, должно выглядеть довольно-таки неплохо. О, блин, ну я уже вообще устал. Капец, короче. Сейчас, наверное, еще пару штучек каких-то не сделаю и все, и буду возвращаться домой, потому что, ну нереально этот парк за день весь, нереально за день его весь обкатать. Поэтому придется сюда еще возвращаться в какой-нибудь другой день. Ну, давай, сделай бар. Доброе. Доброе, давай. Ты тоже. Это твои или опа? Опа. А давай свой бар. Да, так. Я не знаю, что это уйдет. Я не знаю. Ну, хорошо, давай. Я думаю, что крэнк флип на флайну. Ну, все, ребят, буду заканчивать уже, потому что очень сильно устал. И поеду домой. Такой получился пилотный выпуск с этой бетонной плазы. В какой-нибудь другой раз уже заеду сюда и нормально обкатаю. Но здесь не хватает времени на то, чтобы покататься на всех фигурах, которые здесь есть. Потому что бетон, как вы заметили, очень большая. И чтобы сделать все, что ты хочешь здесь, ну, надо, наверное, неделю, неделю сюда приезжать и кататься каждый день просто. Потому что, ну, очень большая плаза. Серьезно. Ну, в общем, вот такой получился выпал. Спасибо, что просмотрели его. Все, всем пока, ребят.